Малое черное полокрылое, там по нескольку раз действительно на пролете встречается редко. Клуж проще обрететь, она все-таки яркая. Но тем не менее тоже достаточно редко встречается. А когда вы говорите, в несколько раз, за какой период? Ну, скажем, вот в этом году встретила, на будущий год нет, на счет хотят нет. Но выхожу-то я как, или кто-то еще выходит, очень редко как вы видите. Сколько там выходов в мае, где максимально было? Полтора выхода за месяц, в год. В общем, это не один раз за 8 лет, а от года к выводу. Да, в принципе, они там есть, но просто выходы-то мало. Это тоже, к сожалению, не на либеретских полях. А вот это уже на либеретских полях, клинток. Клинток достаточно периодически бывает. Ну, то есть там не каждый год, но все-таки достаточно часто их встречают. Очень редкий вякер. Кольчатый голец там где-то недалеко обнаруживали в свое время колонию. Но потом, не знаю, не на полях, но где-то, в общем, в этом районе. Ну и, соответственно, сизый голубь, который там рядышком прилетает постоянно. Поскольку там населенные пункты, некрасные. Так, и прочее, сейчас тут отменились. Кукушка залетает на те карты, которые ближе к Павлино. Поскольку там вот такой лесной... Камышок чем-то бросает? И вот даже на паре, прямо на поверхность, на черный озер, только на сухие корни. Кажется, что там не будет. Стриж, естественно, поскольку тут населенные пункты. А вот у Дода данные были только по одной встрече. Дятлы, которые залетают, а периодически, ну, практически каждый год кого-нибудь там встретишь, они все где-то достаточно недалеко. А малый дятел вполне вероятно, что может идти на самих полях фильтрации, поскольку там есть подходящие места, вот эти полосы древесной растительности. Там можно идти, но я видела в нем столько на территории, уже не относящихся к полям, а прилегающей теплице или вот на территории больницы, которая прилегает. И дойдем до воробьяобразов. Воробьяобразов у нас не сидится, да, потому что много. 20 божилилитов. Причем тут есть виды типичных вот этих открытых пространств, да? И вот такие виды, которые, в общем-то, для организования нужны все-таки участки типа зябрика, да? Чтобы были там деревья, так что хватает этих небольших кусочков деревьев. Или вот черноголовая славка, к сожалению, это вероятное гнездование не проследило ее до конца, но беспокоилась явно, вот, было там подходящие нечто. Обыкновенная каменка, естественно, там ездится, поскольку, когда начали вот эту всю засыпку, и даже до этого были большие вот такие куски со строительным мусором, длинно и долго находящиеся. Очень интересно, что там грозавесная камня была, но она создана только по одному влогу, к сожалению. Возможно, она там больше, но там была, да. Тростниковая кавычка, наверное, гнездилась там. И вот замечательный любимый славянный скорчок. У него не меньше двух пар. Ремес тоже, там не меньше двух пар у Черного озера, и вот этот за пихоркой, похоже, там тоже пар. Я не уверена в этом, поскольку не видела там гнезда, не находила, но, в принципе, очень похоже, по крайней мере, оттуда выводок был. А Соловьина у Забугина гнездо, это на Косинских был озерок, не на этом? У Забугина и там, и там, по-моему, было. А что тогда у вас вопрос? Нет, Соловьин, а Соловьин, а нет, это вопрос очень, это у меня красный книг Москвы какая-то, да? А Соловьин и Свечок вообще к Москве не относятся, поскольку это не была территория Москвы. Будет он включен в следующий или не будет, непонятно. Или, может быть, его уничтожат до того, как его включат. Нет, не знаю. А это уже зависит от Московской области. Потому что часть Черного озера будет относиться к Московской области. И там они могут оставить, ну, не стать, не будут его делать за неимение денег. Так вот, любимый злач. А это гнездо коноплянки, которое они бросят. То есть они вот начали строить, а потом бросили, не захотели здесь строить. Вот она, тростниковая, доказательство того, что там гнездится. О, клюйки, ворвик. Доказательство в том, что там гнездо можно вообще-то. Нет, нет, она именно так кормила, таскал корм. И молодой хренец. Ворон до 2009 года глядился именно здесь. Там еще одно место есть. А в 2009 году как раз к этой самой опоре подошла засыпка. И он бросил. Причем бросил, когда уже были птицы. Начал кормить птицов и бросил. Потому что засыпка не выдержала, наверное, большого количества техники. А ворона, не знаю на какой опоре, там много достаточно опора были данные, что оно в 2002 году выездилось. Потом были гнезда ворон вот на этих полосках с деревьями. Мало гнезд. Где-то порядка трех-четырех я нашла на всю территорию. Ну, может, оно и лучше. А это вот поблизости. Те, которые у нас в Некрасовке гнездятся, в правом зоне, в середине и прочее. Это из Казухова. Летали совершенно четко оттуда. Кормить все летают сюда. Полевой жар, он периодически именно над картами, над сухими был. Лесной конюк не только в Солховском. Мне показалось, что он еще гнездится недалеко от тепличных хозяйств. Там тоже есть небольшой такой участок лесной. Естественно, скворец, который непосредственно в ближайшем, на ближайшую территорию гнездится. Вот насчет теньковки, возможно, он тоже рядом. Гнездится. Какой я не похож? Какой я не адрес? Ой. Иди туда. Вот они. Так. Лазоревка. Может быть, она и гнездится на этих участках древесной растительности. Но то, что я видела, она из больницы летала. Домовый воробей очень редко залетает. Если полевой воробей в массе залетает, кормится, то домовый редко и прям совсем рядышком от этих садовых участков. Не хочет он далеко лететь. Ничего самому не хочет. Вот они, ребятки основные. Ездящиеся рядом. И на пролете. Тут же опять обозначено, выделено то, что встречалось более редко. Тут, естественно, вообще просто редкие виды. И виды, которые вообще не свойственны для отопки. Скажем, пищевая. Или там серая на полотах. Но на пролете почему бы и нет. Вот этих тоже редко видели. Точно только на пролете. Московку я так редко и не обозначил, поскольку она вот с этим годом, вот когда я тоже ее видела там, на пролете где-то раз в три, что-то четыре встречалось. Теперь, что будет после застройки? Такое. Итак, что будет с неба, Рахин, на праздник? Соответственно, кряк у нас, безусловно, останется. А вот эти ребятки останутся настолько в том случае, если все-таки Черное озеро не полностью уничтожат. Если там останутся какие-то зарастаные. Если не будут его преобразовывать. То есть, если денег на благоустройство дадут мало. Если дадут много денег на благоустройство, ничего этого не будет. Их тоже украдут. Их тоже украдут. Останется кряпва при хорошем благоустройстве. Они, к сожалению, если бы они только крали, они еще и благоустраивают. Это хуже. Ну и, соответственно, будут гнездиться. Надо помочь им украли. Синий голубый, черный. Широконоска разве выдержит? Широконоска разве выдержит вообще? Широконоска? Слонная зона рядом. А она же в этом, на Кожурском болоте перешла, будет гнездиться. А там бы уже притык все. То есть, в принципе, если есть участки заросшие, то она может. Конечно, все это будет в очень небольшом количестве. Это не только что в десятки сих. Это будет вот несколько, одна-две птички. Так, теперь что из воробьёобразных? Естественно, будет гнездиться эти ребятки. Ну и новые. Позоревка, домовые. Ну и каменька, конечно, останется. Я думаю, как бы ни заставили, обязательно оставят какую-то кучу строительного мусора. Без этого никак не нужно. А теперь лучший вариант. Лучший вариант, если при застройке все-таки они оставят где-то хотя бы клочки древесной растительности. Причем я очень сомневаюсь. Сейчас смотришь, когда смотришь на уже застроенные участки, там же голо полностью. Там ничего не оставили вообще. Там в дом к дому даже деревьи нет. То есть, напрочь лучше. Как мусор. Так вот, если все-таки на оставшиеся кусочки не все полностью ничто, а хотя бы около озера оставят кусочки, то, естественно, там будут ребятки, которые спокойно относятся к хрометану. Которые могут на этих кусочках где-то видеться. Даже ремес может быть. Вот он же выжил у нас у святого озера, там практически в рекреационной зоне, где все вытопано. Ну а если они оставят еще и тростники, то у нас будет голо, баракушка, пьяксян. И так, за 15 лет отметим 153 виды из 15 отрядов. Такие взящиеся вероятны, взящиеся вместе с ними 52. А вот после окончания благоустройства, в лучшем случае 27, ну а в лучшем – это то, что может ожидать черный объект. Это, к сожалению, весьма вероятный. Один из самых тяжелых или более крайних вариантов, если дадут много денег, то могут быть. Рекреационная зона у заболоченной части. Какая она будет? Она может быть очень узкая. На хряку хватит больше ни на кого? А на хряку хватит? Это в лучшем. На хряку уже не хватит. На хряку хватит, хватит, поскольку рекреационная зона будет точно. Там очень низко, очень плохо строить. Вот сказали, что именно самую заболоченную часть все-таки застроят губинут. Но будут ее хряп-преобразовывать. Может быть, там даже и листинницы не сделают, если повезет очень. Спасибо за внимание.